Апостол Павел Нам многое предстоит. Сегодня нам предстоит посетить и Фессалонику, сегодня нам предстоит посетить Верию, Афины. Я думаю, на Каринф времени тоже хватит. И мы с вами будем говорить также о двух, по крайней мере двух, а может быть больше, посланиях апостола Павла. Но прежде чем приступить к нашей теме, давайте обратимся к Господу в молитве, потому что только Он может сделать так, чтобы эти занятия были и интересными, и полезными. И самое главное, только Он может сердца изменить, потому что если не будут изменяться сердца, то все наши разговоры это по большому счету сотрясание воздуха. Зато если будут изменяться сердца, то эти наши беседы нужны, полезны, необходимы для Божьего Царства. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня с нами. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты будешь говорить к нам. Я прошу Тебя прежде всего, меняй мое сердце и исполняй меня Духом Твоим Святым, чтобы нести Твои истины. Но также, Господи, я прошу Тебя, чтобы Дух Святой Твой присутствовал сегодня среди нас, и чтобы Он действовал в каждом из нас. Я прошу Тебя, Господи, чтобы изменялись сердца. Я прошу Тебя, Господи, чтобы вот эти известные, известные фрагменты Священного Писания увидеть как-то в новом свете, и чтобы это был свет Твоей истины. Да будет слава Тебе наш Бог во веки веков, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вчера мы с вами остановились на том, как апостол Павел и его спутники покинули город Филиппы. И несколько раз мы говорили о свободе. Этот разговор о свободе был совершенно не случайным. Вы помните, как Дух Святой преградил Павлу практически все пути. Он собирался идти в одну сторону, но в эту сторону идти было некуда. Оставалось только плыть, оставалось только плыть в Грецию, потому что Павел видел во сне мужа из Македонии, мужчину-македонянина, который говорил, придите и помогите нам. И вот он отправляется в Македонию и помогает первым христианам, благовествует среди первых христиан, благовествует в их городах. И вот что интересно. Да, он попадает в тюрьму, он попадает в заключение, он выходит из заключения, но даже в заключении он оказывается более свободным, чем тюремный страж. Тюремный страж, которого никто не заставляет это делать, готов наложить на себя руки. Павел, его друзья, его братья, соратники, даже в тот момент, когда они находятся в камере, они находятся в кандалах, они все равно продолжают петь Богу, прославлять Бога и молиться. И даже когда Господь совершает чудо, когда дверь темницы открывается, когда падают кандалы, они остаются в тюрьме, они не уходят, потому что, по большому счету, в тюрьме-то они и не были, они духовно были свободны. Вот это понимание духовной свободы поможет нам и противостоять испытаниям, поможет нам и выдержать, когда внешние обстоятельства, и люди, находящиеся вокруг нас, оказываются к нам недружелюбны, оказываются к нам не расположены. Вот эта внутренняя свобода, о которой говорит апостол Павел, это ключевой момент для понимания его посланий, тех его посланий, в которых он, в частности, будет говорить о том, что мы призваны всегда радоваться, непрестанно молиться, первое послание фессалоникийцам, а того самого радостного послания филиппийцам, которые он пишет, находясь в тюрьме, в заключении, и не один день он в этом заключении в этой тюрьме находился, и совершенно непонятно было, что с ним будет дальше. И он все равно пишет такое послание, он призывает к радости, призывает не унывать. Ну как можно не унывать? Как можно всегда радоваться? Вот есть несколько ответов на этот вопрос. Есть люди, которым кажется, что внешних проблем, внешних преград, ну просто не существует. Вот вокруг него все рушится, а он там, не знаю, сидит под деревом или прыгает под деревом и радуется с такой глуповатой улыбкой. Такого человека мы обычно назовем сумасшедшим. Дело с ним не в том, что у него настоящая радость. Дело с ним в том, что он не понимает, что вокруг происходит. А вот штука с нами, с христианами, в другом. Мы отлично понимаем, что происходит вокруг. Мы отлично понимаем, в каком мире мы с вами живем. Наши глаза открыты, широко открыты к тому, что происходит вокруг. Наш мозг осознает это, наше сердце переживает это. Наша радость происходит не из неведения, а из внутренней свободы в Иисусе Христе. Вот зная, в каком развращенном, греховном мире мы живем, зная и видя все то, что происходит, то, что совершается и дома, и за границей, где угодно, зная и понимая все это, мы все равно имеем возможность радоваться. Вот это как раз и есть проявление внутренней свободы, проявление, которое мы впервые видели в наших с вами беседах, по крайней мере, когда Павел попадает в темницу, проявление, которое мы с вами увидим еще и неоднократно. И вот моя молитва заключается в том, чтобы свобода проявлялась, такая свобода, подлинная свобода во Христе проявлялась и в нашей жизни. И в следующем своем посещении, это посещение города Фессалоники или Салоники, а апостол Павел и его друзья также продемонстрируют свободу, потому что опять на них начинаются нападения. Смотрите, что происходит. 17 глава «Деяния апостолов». Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Мы с вами помним, что это обычная система апостола Павла. На этом этапе его служения он начинает проповедь с иудейской синагоги. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Это содержание его проповеди, это содержание Евангелия. Эта проповедь уже приводилась, Лука приводил ее в 13 главе, повторяя буквально проповедь апостола Павла, поэтому сейчас излагает очень коротко. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Опять-таки вы видите, как разные люди собираются, присоединяются к Павлу, а по большому счету они присоединяются ко Христу. Это и иудеи, это и множество эллинов, это и знатные женщины. Опять-таки мы видим то стирание барьеров, стирание границ между различными группами людей, в котором потом Павел будет говорить в послании к Ефесинам, в частности, во второй главе. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и приступив к дому Иессона, домогались вывести их наружу, вывести их к народу. Вот я хотел бы здесь также остановиться и обратить внимание на тактику. Понимаете, обычно мы с вами говорим о тактике миссионеров. Обычно мы с вами говорим о тактике миссионеров, и мы так, собственно, и будем поступать. Но в этот момент, в этом месте, мне хотелось бы поговорить также о тактике врага. Дело в том, что все то, что здесь происходит, оно повторяется и сегодня. Когда мы видим какие-то определенные события сегодняшнего дня, давайте не удивляться. Понимаете, у сатаны с творчеством большой напряг. Бог, вот он нового ничего придумать не может. Он может испортить то, что в свое время придумал Бог, исказить то, что в свое время придумал Бог. И вот эти искаженные свои приемчики он повторяет снова и снова. И когда это много раз видишь, тогда уже повадку узнаешь. Обратите внимание, что здесь происходит. Начинается все с зависти. Иудеи опять-таки возревновали, в данном случае завидовали к тому, что происходит. Как так? Почему в нашей синагоге язычники? Почему слушают его, а не нас? Что тут вообще такое? Что тут за безобразие кругом? И смотрите, чьими руками они действуют. Они находят негодных людей. Они возмущают этих негодяев, чтобы негодяи уже устроили великий вопль. То есть они идут и подстрекают тех, кого подстрекать легко. Они идут и подстрекают тех, с кем может быть в обычной ситуации, в обычной жизни, они бы и общаться не стали. А тут вот эта пена, или извините, как сейчас часто говорят, эти отморозки, оказались нужны. То есть иудеи находят отморозков и говорят, ату его, давайте, значит, вот это самое, тут вот бей Павла, бей его приспешников. Понимаете, отморозкам, собственно говоря, совершенно все равно, кого бить. Главное, чтобы был повод. Вот этот прием на протяжении истории христианской церкви повторялся и повторяется неоднократно. В толпу бросаются лозунги. А толпе говорят о том, что вот это вот враги, и за них все проблемы. И желающие побить врага в толпе находятся. Опять-таки, ничего нового в этом нет. Если спросить тех негодных людей из 17 главы «Деяния апостолов», что вы, собственно говоря, возмущаетесь? Вот они, скорее всего, и не узнают. Они просто не знают, они не в курсе. Сказали, вот возмущаемся. То же самое происходит и сегодня. Они приходят, они пытаются вывести Ясона к народу. Шестой стих. Но не найдя же их, повлекли Ясона и некоторых... Извините, пожалуйста. Они пытаются вывести Павла и его приспешников к народу, но не найдя их, ведут Ясона к городским начальникам, крича, что... Теперь внимание! Что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Ясон принял их, и все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Опять-таки, в проповеди апостола Павла ничего подобного не было. В проповеди апостола Павла, по крайней мере, так, как его пересказывает Лука в 13 главе и коротко пересказывает в 17 главе, вот этого политического элемента не было. Смысл вот этой политической подоплеки, которая звучит в словах толпы, заключается в том, чтобы настроить римские власти против Павла и его спутников. А смысл заключается в том, чтобы очернить Павла в глазах власти. Они против власти выступают. Они другого царем хотят поставить. Я не знаю, бывало ли с вами такое? Вот к вам приходят люди, или даже не к вам приходят люди, а просто за вашей спиной люди говорят, вот он говорил о том-то, о том-то, о том-то. А вы такой сидите и думаете, когда? Не помню я, чтобы я вообще такого говорил. Ну вот, вот, вот мне так показалось, вот ты говорил. Вот это передергивание. Еще одна тактика сатаны, еще одна тактика врага, которую здесь мы видим по полной программе. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Ясона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и силу в верю, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Значит, еще раз, начинается все с проповеди Павла и его спутников в синагоге. Три недели, три субботы они проповедуют. Очевидно, они также учат молодую фессалоникийскую церковь, потому что мы будем читать об этом потом с вами в послании фессалоникийцам. Очевидно, Лука в данном случае избирателен. Кончается все тем, или продолжается все тем, что начинается народное возмущение. Причем кто-то в толпе начинает это возмущение, начинает всех остальных подстрекать. Это возмущение разгорается все сильнее и сильнее. Оно доходит до критической точки, когда приходят к начальникам города и говорят, вот тут пахнет государственной изменой. Но начальники города беседуют с Ясоном, разбираются и понимают, что ничего страшного вообще говоря не происходит. Шум заканчивается, но Павел и его друзья, Павел и его братья, вынуждены фессалонику покинуть. Вот понимаете, такие шумы, такие всплески активности могут быть и в наше время. Расскажу вам маленькую историю. Я не знаю, решать в данном случае тем, кто будет выпускать этот курс, оставить эту историю или нет. Может быть, эту историю нужно будет убрать из записи по причинам, которые вы скоро поймете, но уж слишком свежий и слишком хороший пример. И по крайней мере, те из вас, кто сейчас находится здесь в классе, я хочу, чтобы вы это услышали. Есть одна христианская организация, которая проводит молодежные лагеря. И вот мальчику не понравился лагерь, в который он попал. Это был мальчик из неверующей семьи, а у мальчика папа в ФСБ работает. И мальчик приезжает домой и говорит, папа, нас зомбировали. Папа говорит, как сына моего зомбировали? Быть такого не может. И вот на следующую встречу этой самой христианской организации лагерь был действительно евангелизационный, но такой легкий евангелизационный. Основной смысл был изучение английского языка, но также детям было сказано, что будет идти речь о Боге. На следующую встречу, на следующее собрание этой организации приходят два представителя ФСБ, представитель местной прокуратуры, участковый, еще один дядька из милиции и, что самое забавное, представитель пожарного надзора. Вот какое отношение пожарный надзор имеет в данном случае к делу, вы поймете через некоторое время. Они приходят, они начинают разговаривать, беседовать с руководством этой самой организации, говорят о том, что на вас поступила жалоба, руководство объясняет, кто они, что они, показывают уставные документы, показывают, что с юридической точки зрения все чисто. И в процессе этого разговора представитель пожарной охраны, пожарного надзора говорит, ну понимаете, даже если у вас тут все совершенно чисто, если мы вас захотим закрыть, закрыть, мы вас сможем закрыть, потому что по пожарным правилам у вас здесь должно быть не больше ста человек в этом зале, а у вас здесь человек 130 сейчас находится. Так что, говорит, мы вас в любом случае можем закрыть. Вот. Но самое интересное вот в чем. И братья молились, братья и сестры молились о том, чтобы вся эта гроза прошла, чтобы вся эта гроза миновала, после чего в конце этого разговора главный из тех, кто пришел их проверять, говорит, ну кажется, здесь все нормально, но, говорит, вы не расслабляйтесь, вот, подождите, ну, может быть, мы к вам еще придем. Прошел с того времени месяц, пока не идут. Но вот эта ситуация, когда люди занимаются нормальным делом, более того, люди занимаются хорошим делом, да, вы проверьте там ночные клубы, вы проверьте еще какие-то притоны, что же вы ходите по христианским организациям. А эта ситуация настолько похожа на 17-ю главу Деяний, они против Кесаря выступают, они против Рима выступают. И начинается шум, шум, но когда доходит до реальности, когда уже нужно решать, властям нужно решать, вот, виновен или не виновен, есть основания прикрыть это дело или нет основания, выясняется, что оснований это по большому счету и нет. Ну, в Риме пожарной инспекции не было, она бы нашла. У нас ситуация немножко другая. Вот это раздувание проблемы с одной лишь целью остановить распространение Евангелия. Но смотрите, что получилось. Павел и миссионеры ушли, но остались местные христиане. И им было нелегко. Потом мы об этом с вами будем читать в послании фессалоникийцам. Им действительно было нелегко. Они уже думали, может быть, Христос пришел, может быть, мы вот тут страдаем, потому что мы это пропустили, а там жители Иерусалима уже вознеслись давно. Им было нелегко, но они продолжали свидетельствование. Церковь продолжала жить, Евангелие продолжало распространяться. Эти люди опять-таки вопреки обстоятельствам, которые попали, которые были поставлены, эти люди оказались внешне. Эти люди оказались внутренне свободны. Внешние преграды и внутренние свободы. Павел и его друзья идут дальше. Они попадают в город Верию, о котором, собственно говоря, очень мало в деяниях мы можем прочитать, очень мало говорится, но о жителях этого города мы вспоминаем всякий раз, когда беремся за изучение Священного Писания. Здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Друзья мои, когда я вам что-то говорю, когда вам что-то другое преподаватель говорит по Библии, проверяйте, проверяйте, чтобы понять точно ли это так, проверяйте, чтобы понять действительно ли это соответствует Слову Божию. Будьте очень внимательны. И дальше мы читаем и многие из них уверовали из эллинских почетных женщин и из мужчин немало, опять-таки иудеи и эллины. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Быстро они ходят, быстро они делают свое дело, как только узнали, они уже тут. Редактор субтитров Продолжение следует...